У нас 13 сентября 2015 года, воскресенье, вышли из храма. Их там разобрали. Я их в чем-то купил. Но, допустим, они поставили. Интересно, как приходят, почему они там так долго? Ветер, ветер, ветерок. В скорости умерли, скорость умерли. Аппараты умерли. Мопки купили, можно. У меня теперь перестанки. Он тебя за улучшил. Открывая другую. Он так и пришит. А ты его отпори. За ним что-то стоит еще. В час занятия, наверное. Ты скажешь? Как медленно приближаются. Так, поближе встаньте. Ветер сильно дует. Напрягайте. Какие у нас события сегодня? Едут на благовестие. Оказывается, не дождь, морозь. Утром думали, не поедут. Поедут. Батюшка сегодня в час дня. Отец таким будет освещать комнату в Клочках. Прибрихинского района. У Нины Жолнировой. Она там ремонт делала. И наши сегодня в Клочки как раз едут. Я просил Татьяну, Капустину, позаботиться, чтобы машина одна или несколько из Барнаула выехали. У нас много Евангелий. Нам есть что дать. Так. Команда. Виктор. Здесь. Так. Шофер. Нет. Сепарировать. Понятно. Поэтому ты все время на полминуты опаздываешь. В кончай эта ядовитая ласточка залетела к тебе. Были коровы, не было. Все равно на полминуты опаздываешь. Они ничего не решают полминуты. Потеря страха Божьего. Отсепарировал его. Каждый раз уже знаю, опоздает. Зачем тебе это? Встань на полминуты раньше. Минута одна. Неуважение к церкви какое. Это же все на суде Божьем, на мытарствах припомнится нам. Надо считать житие святых. Опаздывали в церковь. И дальше идет. Демон покажет тебе подряд, подряд. Сепарировал, сепарировал. Пошел в сторону. Святые, говорит, не опаздывали. И когда подчеркивается Иоанн Николаевич, он отворец говорит, первый приходил. Последний уходил. Он молился, ставил. А у нас просто так. Волынку тянут. Выйдешь и не дождешься, когда придут. Стоят, разговаривают. Выйди вот здесь и разговаривай. На территории храма. Постарайтесь ничего не разговаривать. Я не разговариваю, ты не разговаривай. У нас хоть один человек за этим смотрел. Миша Никитин. Не знаю, откуда ему это залетело. А зачем здесь разговаривать? Батюшка. Ну, батюшка власть имеет. А остальные-то не имеют. Значит, вопрос первый решаем. Кто за рулем? Я, наверное, буду. Видишь? Поднимайте руки, кто едет. Быстро. Второй. Третий. Так, трое. Четвертый. Так, Володя пятый. Болещий, болещий. Шестой. Еще одного. Поедешь? Ну, такое страшно показывает. Скажет, если такие у вас люди. Ну, еще одного. Ну, понимаете, каждый раз на одном останавливается и все. Ну, посмотрите, если вот это вот едет, рухлят, то вам-то что отвечать? Понимаете, вдова положила все. Вдова подчеркивается, не магнат, не олигарх. Это имеет значение. Ирина, выручай. Там батюшка будет. Подними руку, возьми арбуз с собой. Ну, подними руку, пожалуйста, потом искать будете. Все, во славу Божию. Во сколько теперь, видите, назначай быстро. Я основной сейчас буду говорить. В одиннадцать, да? Уезжаем в одиннадцать часов. В одиннадцать часов у скворечника. Одеться по церковной форме. Так, послушайте внимательно. Я все время просил молиться о том, что мы делаем. Видите, закончено. Ездить нельзя здесь. Пока не будет, ну, сухая погода. Ну, ясное дело, что ни луж, ни этих, ни колдобоя, ничего этого нет. Эта работа была проделана. Ну, нас тянули и тянули. Бульдозера не было. Когда бульдозер добились, пришел сюда. В это время все КАМАЗы заняты на уборке. Песок никто не подвозит. А раньше договаривались. Песок, песок. Чтобы песок вот это покрыть, шестьдесят тысяч требуется. Шестьдесят тысяч. Я бульдозера вот нанял, вот он еще два дня. Он неделю пробыл. Сто пятьдесят тысяч. Это страшно дорогое удовольствие дороги делать. Ну, надо делать где-то. Ну, нельзя так упереть каждому свою свинью и сидеть, не видеть ничего. Есть что-то другая еще жизнь. Мы делали это. Больше мы ничего не можем сделать. Прочистили, в трубе просидели неделю. Киркой долбили, долбили помаленьку. Мусор шестьдесят лет копился. Раскрыли. Купил эти кольца, если потребуется. Самая большая работа там, вот здесь вот, дамбу. Возвели дамбу. Но дальше мы ничего не сделаем. Весной ее смоют. Нам помощи никакой нету от вас. Надо сейчас бетонировать спуск. Щебенка уже здесь лежит, у храма. Где кому подвезти? Ну, не в кармане же ее таскать буду. Песок нужен. Подвезти электричество, чтобы бетономешалка работала. Какая-то работа. Срам один. Я понимаю, Игорь занят сейчас уборочной. Это все объяснимо. Ну, кроме уборочной-то еще и другие дни бывают. Ну, хотя бы какая-то. Разрезать даже болгарку. Вот привезли арматуру, некому. Вам перечислить. Я буду говорить, если тебе это касается. Скажи, это обо мне говорят. Один из вас. Каждый год. С 21 сентября уезжает по мастырям и ездит по всей стране. Как приговоренные какие. Ну, раз был, два. Ну, не каждый же год. Сегодня прямо умоляю. Я упал на колени. На колени. И прошу, не езди. Не разговаривать никаких. Пойду и поеду. Нормально? Мы вот горим. У нас мы сколько здесь сделали. Там мы подняли больше метра платину. Но она мертвая. Весной ее сметет. Потому что надо сделать сливы. Теперь в понедельник перейдем, может, на третий, где коровы. Там поднять. У вас каждый год размывает. Это бетон. Это арматура. Ну, сливы. Непонятно, что это как вот на лагерном, где крещение, пруду. Там у нас был сделан там. Ну, сделан вверху два метра. Внизу восемьдесят сантиметров. Высота восемьдесят. Ну, трапеция. Сейчас надо сделать. Вот. Чтобы она была. Вот смотри на меня внимательно. Раз, два, три, четыре, пять. Вот такой слив надо сделать. Такой, как когда в Павловск заезжаете. Меньше. Вот такой вот надо сделать. Поэтому посередине надо еще укрепляющие. Обыкновенные швеллера ищут. И дваугольника сварить, доску вставлять. Ни один не подойдет, не скажет. Павел приехал. Вот он. Ну, я его как-то расположил к этому. Кольца купил там. Заплатил побольше ему. Он каждую железку ко мне тащит. Ну, еще он. Приварены они у него. Там можно было взять что-то. Из вас ни один не подошел, не сказал. Такую работу затеяли. Это же, во-первых, ну, мы не вылазим отсюда. Мы в потемках приходим, оттуда при фонаре приезжаем. Я от него ни на один шаг не могу отойти. Вчера дождь, а я в рубашке стою перед ним. Почему? Работа идет. Вы зайдите, посмотрите, что там наделали. Но это все мертво, пока не будут сливы. Без вашей помощи я сразу говорил. Помощь. Денежа не нужна. Не нужна просто. Мы обошлись. Обойдемся. Впереди еще со всем прочим еще 250 тысяч заложить надо будет. Вы понимаете, какие деньги-то? Это не по вашему карману. Это Господь дал, открыл небо. Ну, помогите самое простое. Нет, значит, мы уезжаем. Так и останется все. А ты конкретно подошел бы и спросил, а в чем? А что ты умеешь делать? Варить умеешь? Слушай, сепаратист. Тварщик нужен. Подвезти на маленьком тракторенке. Про этого говорить не надо. Ему в первую очередь помогать надо. У барыша не терпит. Ну где-то прогляд то есть и скажи, куда нужно валить. Вот он рядом. Наши ребята погрузят лопатами. Ничего нету. Так, Меша, я по порядку. Вы знаете, о ком я сказал, кто каждый год ездит по России в этот момент? Помолитесь о нем. Помолитесь, чтобы не было этого. Своя нужда, свой дом, свои люди, своя деревня. А я поеду туда и каждый раз приезжать и говорить, нигде ничего я не нашел. Только здесь хорошо. Стою там, говорит, на службу переминаюсь. Знай наизусть службу, не пойму о чем считай. И зачем ты ехал туда? Когда здесь хорошо. Это какая-то ворожба над человеком была. Я даже не знаю, что сказать. Каждый год на одно место. Ну в Дивееве лежали мертвые лежат. Тут живые люди нуждаются и ездят к ним. Ну, вы еще не видите, что делается-то. Мы приходили, это все засняли. Я упал на колени и просил, не езди ты ради Бога. Ты умрешь дорогой, умрешь. Ты не приедешь домой. Не разговаривают сразу, нервничают и начинают еще. Не забывайте, в среду приезжает митрополит Сергий сюда. Вот в эту среду-то. И Славгородский епископ. Еще два епископа не служили. Мы звали патриарха. И вдруг патриархия начинает отвечать. Это вещь неслыханная. Патриархия запросила. Это действительно сам Игнатий Тихонович просит патриарха приехать. Вроде я больше патриарха. А тут сразу документ, подтверждение, печати, ксерокопию. Послали. Через два часа патриархия уже опять отвечает. То есть мы стояли на грани посещения патриарха. Вчера пришло его высокопреподобию отцу Иакиму. Вы не думайте, что перед вами какой-то клоп. Высокопреподобие. Я им, если Господь даст проповедь, решил сказать проповедь Патриархии. В двух архиереях. Я им расскажу про это преподобие. Что получено, патриарх вроде бы чуть не пешком пришел. Но у него там разнаряжено. Он раб. Они говорят, я поясняю. Он не может никуда. То есть где ему ехать, там уже снайперы стоят. Все враги ему почему-то. Почему Павел подошла Лидия, торгующая обыкновенная киаскерша. И говорит, зайди. Он жил у ней. Почему он к ней пришел? На Бога надежды нету. Я им все скажу, если Бог даст слово. В прошлый раз, когда был митрополит, тогда еще епископ Сергий просто. Я подхожу как рисун. Проповедь скажи. Я сказал, говорю, я говорю только за границей проповеди уже. В Грузии, в Португалии, где были. Вот в этих местах. А дома я отдал молодым. А они ничего, даже проповеди вообще сегодня и златоуста не прочитали. Все. А зачем считать-то? А я женился. У другого этого зачем? Я ему валы купил. А этому зачем? У него земля. Вот он стоит. Проверить надо. У нас все сошлось. Такой ревностный парень. Просчитать глотауста нету. Нету ни одного. У того горло болит. Так. Я вам рисовал обстановку. Мы сделали, что могли. Предупредили здесь. Мы копали траншея. Как бы не упал Игорь. Вчера его заново вернул трактор и везде скосили. Теперь еще скатился туда. Влазь только оттуда. Все. Везде, везде все скосили. Нигде мы ничего, ландшафт не попорчили. Он порченный. Больше мы не можем сделать. Я бы постарался сегодня уже и наградить отдельно. Новый Завет трехтомник подарил для Слово Божьих. Истинного православа и Евангелия. Он вообще. Алексей Александрович Сашенко. Бальдозерист. Зашел в интернет. Один час работы сколько стоит. В одном месте нашел 980. Заправлять хозяева. А где это будет? А тут бензавод приходит каждый день. У нас за полторы тысячи. Посмотрел некоторые. Я не знаю там экскаваторы такие. 5600 за один час. Вы не удивляйтесь. Когда арендует баржу. Вот это нефтепровод. Пробой это море. Один день 500 тысяч долларов. Один день. И поэтому погода не погода. Тысяч долларов. Умножай теперь на 60 еще. Это я уже узнал. Посмотрел сколько стоит. Вес его 17 тонн. 17 тонн. Он везел в этой машине. Он говорит она старше его на 2 года что ли. Это 82 или 83 года. А она в течение двух месяцев себя оправдывает. Ну у нас только побыл 150. Ну понятно что на него наступлялись начальники. То другое. Он получает только 20 процентов. Я все узнал. Он с 82 кажется года. Ну а машина с 81 где-то так. Нам нужна помощь. Молитвенная в первую очередь. И второе. Чтобы добровольно подошел. Кто-то и сказал. Я не могу. Но у меня знакомый в Барнауле есть. Не таскать ему. Отрезать. Приварить. Какие-то доски у тебя. Которые Люба тебе закинула. Чтобы взять у нас арматуру. Когда ставим. То надо и опалубку поставить. Ты щебенка не богат? Я тебе дам денег. Привези щебенки. И пополам поделим. На мой счет. Половина чтоб тебе вывели. Половина здесь. Согласен? Зачем? Для чего щебенку? Бетонирует. Бетонирует. Мелкий как у тебя. Просто насчет песка и щебенки. Я завтра с утра звоню. Наконец-то в это. Песок? Мне пол машины сюда потребуется. Ну это все. Нашел человек. Теперь там подняли. Я говорю. Там огромная работа проделана. Мы дальше не можем. Все слипается. Вот такими камлыгами вся глина-то идет. Ну их сверху. Представьте. На чем наращиваем-то. Ветки там разные-то. Значит нужна помощь. Своя или кого-то где-то. Друзей, товарищей. Чтобы он по электричеству был. Подтянуть кабель. Я нашел у меня бухта кабель. Когда-то не платили деньги. А где работаешь там. Ну во время получки бабки шинного завода. Камеры катили перед собой. Шли. Вот. А это приехал один. И две девочки в лагере были. Оказывается у нее кабель. Он говорит возьмете. Я говорю возьму. И один кабель у меня остался целый. Нашел бухта целый. Вот пожалуйста провести. Ну. Позаботитесь или нет. Для разгона один день. Потом сообщите. Потому что два дня еще на раскачку. А потом мы будем делать. Придем сюда. Мы не можем на себе сюда таскать песок и прочее. Мы не можем. Бетономешалку. Даешь бетономешалку? Улю бы которая. Павел-то загубил эту. Видно пьяный. Лежал в ней. Все застыло. Так и стоит ее никуда. Работа. Ну вы видите. Мы не спали. Мы работали. Больше мы ничего не можем сделать. Говорили на эту трассу как заезжать. Сделали скат. Все заезжать на нее можно. Срезали как надо. Все учли. Вот этот вот бугор еще батюшка просит. Вот туда куда-то свалить. Вон там где-то у него. Ну у меня все. Занятия будут? Нет сегодня? Не знаю как скажете. Ну смотрите. Нет так нет. Сидите дома. Я приду. Во сколько прийти мне к вам? После занятий? То есть. Не значит. Ну нет. Ксерокопию снять. Ну. По Библии. Так примерно. Не знаю. Как придете так придете. Так и приду. Так и приду. Ну ладно. Алеша. Мелкой. Закажи. Это сказать. Щебенку. Я тебе делаю. Не надо. Щебенку.